Глава 12 его звали Дэрил Эррл Макхилл и был он из тех, которых мы любим называть дважды неудачниками. 12 лет из последних 20 он провел в качестве гостя штата Флорида. Любезному сержанту Даукс удалось откопать его имя в списках персонала арены. При проверке компьютерной базы данных сотрудников, у которых зарегистрированы проявления жестокости или которые осуждались за уголовные преступления, фамилия Макхилла фигурировала дважды. Дэрил Эррл Макхилл был пьяницей и драчуном. Время от времени он по мелочи грабил заправочные станции. Макхилл мог продержаться на работе с минимальной зарплатой не больше одного-двух месяцев. А потом в один прекрасный вечер, в пятницу он закладывал за воротник несколько упаковок пива и решал, что он сам гнев господин. Садился за руль и катался, пока не находил заправочную станцию, которая приводила его в бешенство. Размахивая оружием, врывался внутрь, забирал деньги и уезжал. После этого тратил весь свой весистый лов из 80-90 долларов на покупку еще нескольких упаковок пива, пока не начинал чувствовать, что просто обязан кого-нибудь поколотить. Дэрил Эррл не был крупным человеком, тощий, ростом 5 футов 6 дюймов. Поэтому, чтобы играть без риска этим кем-нибудь, как правило, оказывалась его собственная жена. Так оно и было, и как ни странно, пару раз Макхилл удавалось выйти сухим из воды. Потом однажды вечером он зашел слишком далеко, на целый месяц, уложив жену в больницу. Она подала заявление, а так как у него уже была уголовная биография, ему пришлось полоноваться. Макхилл по-прежнему пил, но его явно крепко припугнули в Рейфорде, 19-й Рейфорд, окружная тюрьма штата Флорида, куда ненадолго поместили для выправления мозгов. Он получил работу вахтера в арене и, как ни странно, держался за нее. Насколько известно, он уже целую вечность не бил жену. На долю нашего парня пришлось даже несколько мгновений славы, когда пандеры играли на кубок стены. В его обязанности входило выбегать на лед и убирать предметы, которые туда бросали фанаты. В тот год это стало его основной работой, так как всякий раз, когда пандеры забивали гол, фанаты выбрасывали на лед 3-4 тысячи пластиковых крыс. Ему приходилось тащиться на лед и собирать их. Конечно, нудная работа. И вот однажды, вдохновленный несколькими глотками дешевого ойла, он поднял одну из таких пластиковых крыс и выполнял нечто, похожее на крысиный танец. Толпа эта слопала и заорала еще. И продолжала требовать всякий раз, когда Дэйл Эррл выкатывался на лед. Дэйл Эррл исполнял этот танец до конца сезона. Сегодня пластиковых крыс запретили. Даже если бы их наличие требовалось по федеральному законодательству, никто не стал бы их швырять на лед. Пантеры не забили ни одного гола с тех пор, как в Майами был честный мэр, то есть с прошлого века. Но Макхиле все еще показывался время от времени на играх, надеясь, что его последний тустет попадет в телекамеру. На пресс-конференции Лагерта отлично сыграла свою роль. В ее изложении дело звучало так, что воспоминания о том крошечном мире славы и привели Дэррла Эррла на грань убийства. И конечно, учитывая пьянство и жестокое обращение с женщинами, он оказался превосходным подозреваемым в серии нелепых и жестоких убийств. А проститутки Майами могут спать спокойно, убийства прекратились. Под непреодолимым давлением глубокого и безжалостного следствия Дэйл Эррл признался. Дело закрыто. Возвращайтесь к работе, девочки. И пресса проглотила такую лажу. Думаю, что на самом деле ее нельзя в этом винить. Лагерта проделала мастерскую работу, представив необходимое количество фактов, расцвеченных глянцевыми умозаключениями, в которых желаемое выдавалось за действительное. Такое убедит почти любой. Ну и конечно, чтобы стать репортером, не надо сдавать тест на IQ. Но даже при таких условиях я всегда надеюсь хоть на какой-нибудь прорыв. И всегда разочаровываюсь. Может быть, ребенком я видел слишком много черно-белых фильмов. Я все еще считаю, что циничный, испытанный репортер из крупной городской жизненной газеты должен задавать неудовые вопросы и вынуждать следствия на тщательное и повторное изучение лик. К сожалению, жизнь не всегда имитирует искусство. И на пресс-конференции Лагерта, роль Спенсера Трейси, 20 Спенсера Трейси, 1900-1967, американский киноактер, играл комплект моделей мужчин и моделей женщин с безупречными прическами в легких тропических костюмах. Их проницательность свелась к вопросам, что вы почувствовали, когда нашли голову? И можно нам сделать несколько снимков? Один единственный репортер, Ник как его там из местного отделения телевидения NBC, спросил детективу Лагерту, верена ли она в том, что убийца Макхилл. Впрочем, когда она ответила, что подавляющее превосходство доказательной базы в этом деле однозначно указывает на то, что так оно и есть, и в любом случае признание признано убедительным, он отстал. Либо ответ его удовлетворил, либо слова оказались слишком длинными. Ну, значит, так. Дело закрыто, правосудие свершилось. Могучий механизм устрашающего аппарата борьбы с преступностью округа метро одержал еще одну триумфальную победу над темными силами, осаждающими наш прекрасный город Морями. Неплохое получилось шоу. Лагерта раздала несколько очень нелицеприятных фото, анфас, профиль Дэрил Эррла вместе с новыми глянцевыми снимками себя любимой в процессе следствия работы модного рекламного фотографа из Сауд-Бич, две с половиной сотни долларов в час. Комплект выглядел восхитительно иронично, внешний вид опасности и летальной реальности и такая разница. Потому что насколько грубым и жестоким не выглядел бы Дэрил Эррл, настоящая угроза для общества Лагерта. Она отозвала собак, прекратила крики и плачь, вернула людей спать в горящие здания. Неужели я единственный, кто видит, что Дэррл Эррл Макхилл никак не может быть убийцей? Что в этих убийствах присутствует стиль и смысл, который тупоголовый Макхилл не смог бы даже понять? Я никогда еще не был так ознок в восхищении настоящей работой настоящего убийцы. Казалось, сами фрагменты тела поют для меня, поют рапсодию бескровного чуда, который зажигает мне сердце и заполняет сосуды хмельным чувством благоговеренного предмета. Что однако, никак не может воспрепятствовать мне ему рвенью и зловить настоящего убийц, холодного и необузданного палача Невиндых, который, безусловно, должен предстать перед правосудием. Правильно, Декстер? Правильно? Алло, я сидел у себя в квартире, тер опухшие сосна глаза и думала только, что увиден Мшоу. Почти идеальная пресс-конференция лучше бывает только с фуршетом и обнаженными девицами. Понятно, Лагерта дернула за все ниточки, которые смогла найти, чтобы сделать из этой конференции самую крупную и сенсационную из когда-либо происходивших в нашем городе. И возможно, впервые за свою карьеру облизывание того, на что натягивают продукции Гудчи, Лагерта действительно искренне верит, что поймала того, кого нужно. Должна верить. Грустно, конечно. Она ведь думает, что в этот раз сделала все правильно. Лагерта даже не предприняла никаких политических действий. По ее мнению, она проделала свою работу чисто, честно и открыто. Раскрыла преступление, пойдя своим путем, поймала плохого парня, поставила крест на убийствах. Честно заработанные аплодисменты за хорошую работу. И каким милым сюрпризом для нее окажется новое тело. Потому что я знаю недоли сомнения, что убийца все еще здесь. Возможно, он смотрел пресс-конференцию по седьмому каналу, каналу для знатоков кровавых дел. В настоящий момент он скорее всего слишком громко смеется, чтобы быть в состоянии взяться за нож, но это пройдет. А когда пройдет, то чувство юмора, несомненно, подскажет ему, как наилучшим образом прокомментировать ситуацию. Почему-то эта мысль не задавила меня страхом, отвращением и беспощадной решимостью остановить безумца. Пока не поздно. Вместо этого я почувствовал легкий укол предвкушения. Ненормально, конечно. Тем не менее, от этого стало еще интереснее. Да, я хочу остановить убийцу. Хочу, чтобы он предстал перед правосудием. Да, конечно. Но разве обязательно, чтобы это случилось так скоро? Однако, нужно будет еще организовать небольшой обмен. Если уж я собираюсь внести свою маленькую лепту в поимку настоящего убийцы, я должен сделать так, чтобы одновременно произошло что-нибудь позитивное. И пока я об этом думал, зазвонил телефон. Да, я видел, произнес я в трубку. Исусе, сказала Дебора на другом конце. Я думал, меня стошнит. Ну, я не буду вытирать твое воспаленное чело, сестричка. Есть работенка. Исусе, повторила она, что за работенка. Скажи, спросил я, ты попала в немилость, сестричка. Я устала, Декстер. Выдохлась так, как в жизни еще не было. В чем дело, скажи по-английски. Я спрашиваю, посадили ли тебя, как сказал бы отец, в собачью будку? Смешали ли в департаменте твое имя с дерьмом? Подверглась ли твоя профессиональная репутация и обливанию рязью, предному воздействию, преднанию, подкрашиванию, сомнению, типа истории с Эйнштейном и подножками Лагерты? Моя профессиональная репутация в полнедине проговорила о нас такой речью, которую я никогда не ожидал услышать от такой молодой девицы. Хорошо. Очень важно, что тебе нечего терять. Рады доставить удовольствие. Понимаешь, Декстер, если я скачусь еще ниже, то закончу, подавая кофе в отделе по работе с населением. Что мне делать, Декстер? Я закрыл глаза и откинулся в кресле. Ты официально заявишь капитан, и вообще в департаменте, что уверена, Эйл Эрол не тот человек, и вскоре должно произойти новое убийство. Ты представишь пару неотразимых доказательств своей правоты, и на некоторое время станешь посмешищем для всего Майами метро. Я уже посмешище. Подумаешь, большое дело, сказала она. Но у тебя-то есть причины так считать. Я покачал головой. Иногда мне трудно поверить, что она так наивна. Дорогая моя сестрица, ты же на самом деле не веришь, что Эйл Эрол имновен? Деп мне ответила. Я слышал, как она дышит, и подумал, что она, наверное, тоже устала каждой клеточкой тела, как и я сам. Единственное, чего у нее нет, так это энергия, которая мне дает уверенность в том, что я прав. Деп, повторил я. Парень признался, Декстер. Проговорила она наконец, и в ее голосе я услышал полное измеможение. Я не... Я была не права, даже когда... То есть... Но он признался. Разве это... Это... Черт... Может, оставить все как есть, Декст? А ты, неверующий, продекламировал я. Она взяла не того парня, Дибора. А ты сейчас собираешься переписывать политику. А что делать? Эрол Эрол Макхи не тот. Абсолютно никаких сомнений. Даже если ты прав. Что с того? Спросила она. Теперь настала моя очередь моргать и удивляться. Прошу прощения. Ну, смотри, если я убийца, почему бы мне не сообразить, что я уже не на крючке, так? С арестом этого парня горячим уже не пахнет, понимаешь? Почему бы мне просто не остановиться? Или перебраться в другое место и снова начать там? Невозможно, ответил я. Ты не представляешь, как думает этот парень? Ну да, не представляю. Откуда ты знаешь? Я предпочел проигнорировать вопрос. Он останется именно здесь, и он собирается убивать снова. Он должен показать всем нам, что думает о нас. И что же? Ничего хорошего, признал я. Мы сделали глупость, арестовав явного придурка. Смешно. Ха-ха, произнесла Депп без особого веселья. Но мы еще и оскорбили его. Признание за всю его работу мы подарили усколобой и тупой деревенщины. То же самое, что сказать Джексону Поллоку. 21 Джексон Поллок, 1912 минус 1956, американский художник, абстракционист и экспрессионист. Что твой шестилетк сын может нарисовать так же? Джексон Поллок, художник. Декстер, этот парень мясник. По-своему, Дебора, он художник. И думает о себе именно так. О, ради бога. Глупее этого. Поверь мне, Деб. Конечно, я тебе верю. С чего мне тебе не верить? Итак, у нас есть гневно изумленный художник, который никуда не собирается уезжать. Правильно. Правильно. Он должен сделать это снова и сделает у нас прямо под носом. И возможно, на сей раз немного больше. Ты имеешь в виду, что он собирается убить толстую проститутку? Больше по масштабу, Дебора. Крупнее по концепции. Больше брызг. О, больше брызг. Точно. Как в Миксере. Ставки выросли, Деб. Мы оттолкнули его, оскорбили. И в следующем убийстве это будет отражено. Ну-ну, и как же? Пока не знаю, признался я. Но ты уверен. Точно, ответил я. Шикарно, сказала она. Теперь я знаю, к чему готовиться.